Дорожная практика Дорожная практика Додорожная практика Дорожная 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 практика 5% владельцев мужчин и лишь 5% женщины. На втором месте по этому показателю находится джип, от которого немного отстает Toyota. Пятерку лидеров по этому показателю замыкает Infiniti и Honda. Кроме них в топ-10 самых мужских попадают еще УАЗ, Лексус, Миссу Бли Си, Мерседес Бенз и Вольво. Самая резонансная ДТП, случившаяся в Тюмени на прошлой неделе, попала даже в новостные ленты федеральных агентств. Рано утром на улице Щербакова водитель кроссовера Хионды, перестраиваясь в левый ряд, не заметил Нексию и вытолкал ее на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение Узбека с Ладой. Автор записи чудом успел остановиться, от удара Лада вспыхнула. Очевидцы вытащили людей из горящего авто, а когда приехали пожарные, огонь добрался до топливного бака. Взрыв был такой силы, что части машины летали над дорогой. В аварии пострадали два человека. Широченную улицу Федюнинского не поделили Лада Ларгус и Тойота Камри. Отечественная машина летит по магистрали, постепенно перестраиваясь из крайней левого в крайней правый ряд. Как его не заметил водитель Тойоты, выезжающий справа, большой вопрос. Хотя касания и не было, Лада теряет управление, бьется передом о бордюр и заскакивает на ограждение. Снеся несколько секций забора, машина останавливается. Судя по всему, впереди очень дорогостоящий ремонт. Отличились и наши соседи из Ханты-Мансийска. Этот перекресток на улице Чехова считается одним из аварийно опасных мест. И недавно здесь установили светофор. Однако многие водители его не видят и едут по привычке. Как водитель этого джипа. На красный он выехал, даже не притормаживая. И только в последний момент, увидев другую машину справа, попытался уйти от удара. Но было слишком поздно. Ниссан пробил нарушителя вбок, вытолкав его навстречку. А сам развернулся на 180 градусов. К счастью, удар был не сильный и пострадало только железо. А это уже Екатеринбург, перекресток Блюхера и Раевского. Машины стоят в пробке, трамвай едет по маршруту. Внезапно из-под земли вырастает фонтан из грязи, воды и камней. Газель, попавшая под выброс, резко свернула на рельсы и попыталась уйти в безопасную зону. Но не успела и досталась ей по полной. Коммунальщиков явно ждет неприятный разговор со страховой компанией. Уже полтора года как машином места переведены в разряд частной собственности? Насколько охотно тюменцы оформляют парковки под себя? И в каких нормах нового закона продолжают путаться? Моя коллега Ирина Канева разбиралась в вопросе. Это одно из лучших мест, потому что оно самое широкое на парковке, насколько я знаю. И моя машина хорошо умещается на нем. То есть я могу, у меня много детей, могу их легко высадить, открыв полностью дверь. Приглядывать место для своего авто Александр Фоменко стал еще на стадии покупки квартиры в новостройке. Как раз вступил в силу новый закон, который позволил часть общей стоянки оформить в частную собственность. Летом тут всегда прохладно, он неотапливаемый. А зимой меньше на подогрев идет времени. То есть я в принципе заранее включаю, пока до машины дошел, она уже теплая. А зимой заведется, не заведется. И это же ее постоянно прогревать всю ночь на. Комфорт, конечно, важен, но эта сделка – вынужденная мера. Семья Фоменко приобрела квартиру в жилом комплексе, который вырос в давно и плотно застроенном районе КПД. И чтобы не колесить часами по округе в поиске свободной парковки, пришлось уйти под землю. А во избежание стычек с соседями оформить клочок асфальта по закону. Паркинг, как необходимость в местах точечной застройки – это факт, признают тюменские риэлторы. Если мы берем, получается, более отдаленные районы города и места квартальной застройки, дома в полях, дома, получается, в новых районах города, то там, как правило, ситуация немножко другая. На начальной стадии люди паркинги там не всегда приобретают. Почему? Потому что есть очень много свободных парковочных мест, но потом, по мере заселения района, по мере того, как все больше машин становится, с трудом возникают проблемы с парковочными местами, и людям приходится обращаться к покупке паркинга. Место под автомобиль – самостоятельный объект недвижимости, и распоряжаться им собственник может, как ему захочется. Их начали уже даже дарить друг другу. Есть в Тюмени и такие сделки. А самые продуманные товарищи со свободными деньгами в кармане оформляют на себя сразу несколько мест и делают бизнес. Очень сейчас популярно стало. Люди, получается, приобретают паркинг и сдают его своим соседям, получается, в аренду, отбивая, скажем так, часть средств на его приобретение. За полтора года действия закона на кадастровый учет в Тюмени поставили почти 4000 мест для хранения автомобилей. Но многие до сих пор пытаются оформить право на то, что под действие документа не попадает. Такие объекты, как парковочные места на обочинах дорог, возле тротуаров, под балконами, даже открытые наземные автомобильные стоянки не являются машинными местами и, следовательно, не подлежат кадастровому учету. Подавать документы на оформление в собственность машиноместа можно лишь в том случае, если площадка находится в цоколе жилого дома или в отдельно стоящем здании, а ее размеры соответствуют предельно допустимым параметрам. Уехать в отпуск на машине – это только пол-дела. Главное – вернуться из него без потерь. К чему надо быть готовым, возвращаясь из автопутешествия? И какие работы просто необходимо провести с машиной? Заглянем на стол. Александр, привет! Добрый день! Вот эта машина, я так понимаю, только что приехала с Югов? Да, человек ездил в Крым отдыхать с семьей. Вот вернулся после отдыха посмотреть состояние своего автомобиля. Ну вот давай детально рассмотрим, что в ней износилось и что надо делать. Давай поднимем ее повыше. Саш, после долгого путешествия на что, в принципе, нужно обратить внимание именно по подвеске? В первую очередь, как всегда, нужно проверить состояние амортизаторов. Ну вот я смотрю, здесь уже стоят новые абсолютно. С чем это связано? Да, в данной ситуации это связано тем, что человек приехал, меняя колодки у него, мы заметили, что у него сломано два листа рессоры. Пока ездил, соответственно, у него из строя вышел амортизатор, потому что вся нагрузка была на амортизаторы, вытекли амортизаторы, и пришлось и их заменить. Хозяин данного автомобиля, узнав, что помимо колодок у него еще и рессоры, амортизаторы вышли из строя, попросил нас сделать полную диагностику. И вот что мы обнаружили. Ну, покажи. Пойдемте, я вам покажу. Так. То есть на передней подвеске порвались пыльники на гранатах. Это чревато, кстати? Это чревато очень, да, дорогая. Гранаты у них дорогостоящие, причем с обоих сторон порваны. Также передние амортизаторы тоже вышли из строя, разбиты соленблоки у них и, соответственно, жидкости. Слушай, он тут всю подвеску перетряхивает надо. Да? Да. С наших люди, когда ЮГОВ возвращаются, еще ему повезло, что у него колеса круглые. Саш, ну какие вещи поменять просто необходимо? После такого пробега просто необходимо поменять, как минимум, масло в двигателе, фильтра салонный, воздушный. Но остальные жидкости уже по состоянию. Саш, ну сколько может стоить ревизия вот такая после поездки? Средний ценник вот на автомобили легковые и, допустим, джипы, если, как говорится, не копать глубоко, то в районе 7-10 тысяч все занимает. А если уже нужно будет заняться именно ремонтом каких-то узлов, агрегатов? То до бесконечности это может быть, потому что куча разных запчастей, качества разного. Слушай, ну вот такие вот разрушения для автомобиля, они типичны для поездки в отпуск? Или это все-таки вот не повезло конкретно ему? Нет, это нормально. То есть к этому, отправляясь в отпуск, к этому надо быть готовым? Да, к этому надо быть готовым. Кто-то приезжает абсолютно целый, кто-то приезжает как бы вот так. Все будет зависеть от того, как много вы будете там ездить и быстро. Спасибо, Александр. Вам спасибо. Надеюсь, что если я поеду в отпуск, я вернусь без таких повреждений. На сегодня это все, но ровно через неделю на 21-й кнопке вашего телевизора мы расскажем новости Автомира и пообщаемся с интересными людьми. Смотрите записи нашей программы в интернете, на канале YouTube и в соцсетях. Пишите нам на infosobaka.trtr.ru и в нашу группу ВКонтакте. И мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Это Дорожная практика, я Николай Смирнов. Увидимся на улицах города. Дорожная практика, я Николай Смирнов.